пришла мне лодочка риф тритон 420 с определенными дополнительными опциями на заказ развернул покажу конкретнее вот она пожалуйста в таком виде она пришла уже привез все положил хотел сегодня ее разложить накачать чтобы постояла посмотреть держит не держится думал то сделать все на улице но на улице у нас сегодня вот такая вот красота ребят 4 мая на улице 4 мая и на утро выпал снег поэтому придется все делать в гараже реально лодка тяжелая лодка не из легких вес 70 килограмм этой лодки 73 килограмма посылка если организовать банки сколько там килограмм 7 8 может они будут весить лодка вот в таком конверте не знаю хорошо это или плохо это но как бы я любитель этих конвертов сейчас развернем посмотрим что да как это вторая сумка в которой уложены банки сидений так называемые весла и насос насос как всегда поганый я до сих пор я не понимаю производители почему вы не можете положить комплект нас комплект к лодке нормальный насос это раз во вторых шланг до видим длину шланга вот я теперь хочу чтобы те кто строит эти клеит лодки изготавливает лодки тритон показал мне каким образом он будет накачивать надувное дно низкого давления вот таким шлангом вот этой длиной шланга вот которая есть в комплекте пусть покажет это нос ну что начнем собирать лодку накачивать и и ну и посмотрим что это такое приходник к нему вот такой вот хреновин вот тут вот видно вот такой комплект ремкомплект лежит в ремкомплекте у нас заплатки из плохо с такого же которого сделана лодка и клей клей называется капелька ну что вы блин ядрен батон не могли нормальный клей положить капельку вам этой капельки приклеить что-нибудь с пвх клей предназначен для склеивания различном сочетании дерево пвх полистирола стекла ур стекла металлов резины ткани и волоков фарфора керамики бумаги и других материалов то есть какой-то универсальный клей можно было какой-нибудь клей для пвх положить я на вас вообще не обиделся фактически я качал лодочку осталось накачать только дно потихоньку набивается сейчас насосом электричество лодка с фальшбортом вот зачем установили на борту мне вот этот вот ролик ролик вот хотя я по моему ясно и четко показывал прислал фотографии как нужно было его установить ровность нужно было поставить чисто ровность вот без этой вот пупки замотки она мне не нужно поставить только ровность нужно было установить его вот сюда на нос даже показывал как прислал фотографии но почему-то ребята меня проигнорировали фиксировалась пожалуйста но с усилением изнутри вот ребята еще и углы протреяли молодцы просто здорово один так сказать из моих требований еще одно из моих требований это было проклейка внутренней части кокпита вот таким вот нескользящим материалом еще и проклеили его баллон отлично просто и они соответственно это сделали вот о чем я и говорил надувное дно давление 0,33 да но вот смотрим пальцами прожимается спокойно а насос двумя ногами уже танцую с бумном минут 15 чтобы накачать вот таким вот образом дно поэтому объясните мне ребята лодкостроители как вы бляхо комплектуете лодки насосом которым блядь невозможно накачать лодку вот о чем я говорю поэтому ребят если кто там качал таким насосом лодку ну по крайней мере надувное дно лодки до рабочего давления напишите в комментариях мне это очень интересно как же это можно сделать что сказать по лодке накачал собрал лодку полностью практически накачал единственное что не смог накачать до рабочего давления дно надувное то есть на это сделаю позже возьму насос нормальный и накачать качество склейки лодки ну честно порадовал я когда заказывал эту лодку я ожидал некоторых сюрпризов читая различные отзывы в интернете ну вот смотрю на фурнитуру установленную вот не вижу никаких таких там кусков клея излишек такого чтобы что-то висело каких-то там дико неровных швов есть скажем так некоторые недочеты которые я вижу сейчас это вот допустим допустим вот эти вот бугры на внутренних частях фальш бортов эти вот неровности немного то ли какая-то ошибка в лекалах при пошивке балла то ли еще что-то вот должно быть видно вот 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 эти вот бугры на внутренней части фальш борта лодка была как я уже говорил ранее изготовлена с определенными моими требованиями то есть разделен был носовой отсек на два баллона левый правый носовой отсек м м Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дополнительно 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 к основному Сверху Проклеены еще одним своим ПВХ Усиление по келям Как они и есть В стандарте Сверху И усиление ПВХ Дополнительного слоя Ну и здесь небольшие участки Усилены Дополнительно на всякий случай Вот тут наблюдается Небольшая халтурка Кто-то, видимо, домой торопился И быстренько-быстренько Это все дело вместе с пузырями С клеем Замазав Так, в принципе, вроде швы ровные Таких замечаний нету Ну и вот вопрос У меня еще есть один гриф овцам По поводу вот этого интерцептора Пластикового Почему он у вас пластиковый? Ну, в том смысле, что из пластика сделано Который хрупкий пластик Который не гнется, не играет Не отрабатывает удары Вот у моего товарища уже есть Тритончик, ну, более старые модели Пару лет назад куплены С поломанным пластиковым интерцептором Потому что тот его при сборке лодки Ну, слегка переломил И он треснул Я так понимаю, удары, приходящиеся сюда На интерцептор об камне Еще обо что-то будут приводить К его повреждению Поэтому как-то нужно подумать Возможно, есть какие-то материалы Более эластичные Ну, или пластик, соответственно Более прочный, крепкий Такой, чтобы выдерживал Возложенные на него Нагрузочки Так, ну, вот здесь вот видно, да? Я думаю, видно Что ПВХ проклеена Два слоя Два слоя ПВХ То есть хорошая плотность Получается баллонов Ну, что, соответственно, и надежность Минус, да Минусы возникают Это при сборке При сворачивании Такой лодки Не спорю Ну, есть и плюсы В виде повышенной прочности Этот вроде ничего приклеили Здесь Здесь тоже косякнули Здесь тоже косякнули, товарищи Какие-то бугры Какие-то бугры А бугры в этой зоне Могут влиять на ходовые Качества лодки Но это уже Как говорится Совсем другая история По поводу ходовых качеств лодки Это уже смотрите В следующем видео Ходовые качества лодки Сравнение Этой лодки с Соларом Так что всем успехов Удачи на воде Счастливо